Пациентка 76 лет, почувствовал себя плохо, нарушилась речь, координация, левосторонний гемипарез. Консультирована терапевтом, рекомендовано выполнение МРТ головного мозга с контрастированием. Контакт с пациентом затруднён, самостоятельных движений нет. По нижней медиальной поверхности правой височной доли определяется массивная кистозно-солидная опухоль размером 70 на 72 на 53 мм, с достаточно ровным, нечётким контуром. В образовании в равной степени приставлены кистозный и солидный компонент. В солидном компоненте участок кровоизлияния размером 17 на 15 мм. Образование активно накапливает контраст по капсуле и в солидном компоненте, длительно удерживает его. Вокруг, выше и сзади образование зона периферического отёка до 30 мм с развлечением процесса валика мозолистого тела. Срединные структуры головного мозга смещены влево до 7 мм. Боковые желудочки асимметричны, правые компримированы до 3 мм, левые до 14 мм. Третьи и четвёртые желудочки мозга не изменены. Цистерны основания мозга прослеживаются, справа – компримированы. Область турецкого седра – суправселярная цистерна – пролоббирует полость турецкого седла. Расстояние до хиазма – 7 мм. Гипофиз однородной структуры в размерах не увеличен. Высота гипофиза – 4 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мостоможечковые углы свободны. Сильвеевые щели и конвекситальные борозды прослеживают с обеих сторон, умеренно расширены. Срубка артикальна, пара и суправинтикулярна в белом веществе лобных и теменных долей. Выявляются многочисленные гиперинтенсивные на Т2 флеер очаги размерами до 3-4 мм, без перифокального отека, более вероятно, дисципликлеротного характера. Слева суправинтикулярна участок глиоза размером до 22 на 22 мм, не накапливающий контраст. Расширенный перевоскулярный пространство верхового робина. Краниоспинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования без особенностей. При МР ангиографии артерий головного мозга, выполненной в режиме 3D TOF-VET, адекватная трактовка результатов сканирования невозможна из-за двигательных артефактов. В сегменте V4 диаметр левой позвоночной артерии снижен до 1-2 мм. Выше лежащие сосуды не оценить. Заключение. МР – картина образования правой височной доли, более вероятно, астроцитома, с формированием перифокального отека и смещением срединных структур головного мозга, дистеркуляторной энцефалопатии, гипоплазии левой позвоночной артерии пустого турецкого седла. Рекомендована срочная консультация нейрохирурга, госпитализация. Через 4 дня после выполнения МРТ пациентка скончалась. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...